На веках исполненной державы, записана история моя, Панама – город воинской славы, Панама – священная земля. Анапа – город воинской славы, один из тех, где хранят воинские традиции, чтобы передавать их будущим поколениям. Заместитель главы города Сергей Козлов прошел путь от курсанта до заместителя начальника Приморского округа противовоздушной обороны. По долгу службы сменил 11 городов. Служить родине самое главное, честно, справедливо, заботиться о своих солдатах, заниматься профессиональной подготовкой, ни при каких обстоятельствах не падать духом, ни при каких обстоятельствах не сдавать позиции и крепить боевую готовность наших вооруженных сил, чтобы наш народ, население жили спокойно и были уверены в светлом будущем своей личной безопасности. Глава городского совета ветеранов Анатолий Гапонов в Анапе работал заместителем начальника учебного центра по подготовке старшин. До этого служил на пограничном корабле на Дальнем Востоке. Вспоминает, как пришлось прыгать на палубу корабля-нарушителя. Тогда не было специальных групп для досмотра судов. Их обязанности выполняли свободные от вахты. Палуба иностранного судна, территория иностранного государства, что я буду один, потому что нас тогда воспитывали. Приказ командира, приказ родины. Я прыгнул, и вся смотровая группа прыгнула за мной. Потом его запретили, потому что опасность. Не допрыгнул где-то, чтобы бордами. Потом был приказ по войскам, только спустив катер. Одна из главных задач, которую ставит перед собой руководство города и ветеранское сообщество – воспитание молодежи. Сегодня во многих школах есть казачьи классы или группы. Никита учится в кадетской школе. Он намерен поступать в Академию имени Можайского в Санкт-Петербурге, где готовят специалистов для ракетно-космической отрасли. Пришел в эту школу, чтобы познать азы военного обучения. Каждый день начинается с построения, производится почет личного состава каждого класса и докладывает дежурному по школе. Цветы к монументу. На Анапской земле сражались во времена русско-турецких войн. Во время Великой Отечественной войны это был важный опорный пункт немцев. Захватив город, противник пытался перекрыть дорогу в Крым. Не имеем мы права забыть те года. Эта память навек будет свята. Так пусть радует нас, процветает всегда город воинской славы – Анапа. Уже вечером Анапа салютовала победам, героям и всем, кто сегодня несет службу в стране и за ее пределами.